Экспортеры Хабаровского края подводят итоги участия в 8-м всероссийско-китайском экспо. Девять местных компаний привезли на международную выставку в Харбин более 50 видов товаров, от пряников до домокомплектов. По итогу контракт заключен с кондитерской компанией из Хабаровска, в планах заключения еще одного контракта со строительной компанией. Участие предприятий Хабаровского края стало возможным благодаря президентскому нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Оператор нацпроекта в регионе Центр поддержки экспорта Хабаровского края организовал застройку выставочной экспозиции, посещение предприятий, сопровождение переводчиков, подготовил проекты экспортных контрактов и переговоры с китайскими партнерами. 8-е российско-китайское экспо проходило с 17 по 21 мая в Харбине. За пять дней международную выставку, организованную при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Министерство коммерции КНР и Народного правительства провинции Хэйлунзян посетило более 300 тысяч человек. Из них свыше двух тысяч участников из России. Предприятия Хабаровского края презентовали более 50 наименований продукции – печенье, крейки, репряники и сушки от компании ООО «Ветли Восток», рыбную продукцию и икру от компании «Восток Кенвест», «Соника Чумикан», рыболовецкой артели имени «50 лет Октября», РК имени Ленина, РПК «Кухтуй», СПК РК «Простор». Также посетителям выставки были представлены сборные деревянные домокомплекты от «Амурский берег» и туристические услуги от «Пегас ДВ». Ни одна представленная позиция не осталась без внимания. Китайские предприниматели и гости экспо с интересом знакомились с возможностями компаний Хабаровского края. Восьмое всероссийско-китайское экспо несомненно стало отличной площадкой для развития делового сотрудничества, поиска партнеров. Подтверждение тому первые заключительные контракты и достигнутые договоренности, поделился мнением директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Михаил Серегенко. Так, кондитерская компания «Ветли Восток» провела переговоры с 70 компаниями и заключила первый экспортный контракт на поставку сладостей в Китайскую Народную Республику. Первая отгрузка в июне этого года. Активно участвовали в Б2Б переговорах и представители рыбной промышленности. В их активе переговоры более чем с 80 компаниями. Большой интерес у китайских партнеров вызвала продукция глубокой степени переработки, консервы, а также биологические добавки из морских гидробионтов. В общей сложности прошло около 200 встреч между предприятиями Хабаровского края и китайскими компаниями в сфере пищевой и рыбной промышленности, туристических услуг и строительной отрасли. В рамках поездки уже достигнут ряд договоренностей. С одной компанией планируем согласовать и подписать контракт для дальнейшего представления наших материалов на территории Китая. Также получен запрос на проектирование кемпинговых домов для дальнейшего их производства и экспорта. Мы видим неподдельный интерес к представленной нами технологии строительства жилья в Китае, рассказал исполнительный директор «Амурский берег» Алексей Царигородцев. В фокусе внимания на экспо также туристическая отрасль. «Мы провели переговоры более чем с 20 компаниями из Китая. Это полезный опыт. Несомненно, есть интерес со стороны партнеров. Мы получили обращение». В планах на ближайший год активное развитие въездного туризма, сообщила генеральный директор «Пегас-ДВ» Ольга Соболева. Отметим, динамическое развитие взвесного туризма входит в план развития экспортного потенциала Хабаровского края на 2024 год. Партнерские связи будут закреплены и расширены. Во втором полугодии 2024 года запланирована ответная бизнес-миссия китайских компаний в Хабаровский край. Инициатором выступил Центр поддержки экспорта Хабаровского края. Напомним, в Центре поддержки экспорта предприниматели могут получить полный комплекс услуг на сопровождение экспортной деятельности, от консультаций и обучения до участия в бизнес-миссиях и международных выставках. Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки ЦПМ можно на сайте, а также обратившись по адресу. Улица Истомина, 51А, кабинет 705, либо по телефону 8-42-12-35-84-45-8-42-12-77-01-22.